Я бы хотел, наверное, предложить нам начать круглый стол. Он называется «ИГИЛ-2.0. Ковид-Джихад. Как Ближний Восток справляется с эпидемией». Я бы хотел сразу передать слово открывающим нашу встречу Андрею Вадимовичу Куртунову, генеральному директору Российского совета по международным делам, и Андрею Владимировичу Прыгину, старшему преподавателю школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета высшей школы экономики, эксперту совета. Андрей Владимирович, можно вас попросить тогда начать? Да, спасибо, Руслан. Прежде всего, я хотел бы выразить признательность нашим коллегам в высшей школе экономики, нашим экспертам за то, что они нашли возможность поучаствовать в этом мероприятии. Мне кажется, что тема очень интересная, и я очень рад, что вот у нас сейчас уже 33 участника. Мне кажется, что это говорит о том, что мы правильно угадали и время, и фокус дискуссии. В отличие от моего тезки Андрея Судрыгина, я ни в коей мере не могу считать себя экспертом по региону, поэтому я, наверное, ограничусь лишь самыми общими словами и, возможно, также некоторыми вопросами, которые я хотел бы поставить, которые имеют отношение не только к региону, но вообще к нашей оценке того, что сейчас происходит в международной системе, и в каком виде эта система может выйти из нынешнего кризиса. Ну, во-первых, наверное, все мы уже согласимся с тем, что надежды, которые были еще 2-3 месяца назад о том, что Ближний Восток, может быть, как-то останется в стороне от эпидемии коронавируса, эти надежды, к сожалению, не оправдались, и мы видим, что регион начинает догонять Европу, пока еще он от нее далеко, но начинает догонять Европу по числу заболеваний. Саудовская Аравия, конечно, на первом месте, почти четверть миллиона зараженных, но более 200 тысяч в Турции, более 100 тысяч в Катаре, около 100 тысяч уже в Египте, в Ираке, и, в общем, статистика не очень хорошая. Единственное, что в большинстве этих стран достаточно низкая смертность, но, опять-таки, трудно сказать, насколько такая статистика сохранится, возможно, что показатели смертности будут тоже повышаться. Есть очень много неясностей, мы находимся, конечно, наверное, даже не в середине пандемии на Ближнем Востоке, ближе к началу, и, конечно, пока что трудно делать выводы. Есть вещи, которые объяснить тоже очень трудно, ну, например, почему в Египте заболевших примерно в три раза меньше, чем в Саудовской Аравии. То ли там тестирование не проводится, то ли есть какие-то другие причины, наверное, полная картина выяснится еще не скоро. Ну и потом, по всей видимости, мы должны учитывать и то обстоятельство, что пандемия, конечно, переплетена с другими негативными факторами, которые сейчас воздействуют на ситуацию в регионе. Это, безусловно, и экономический кризис, это и падение цен на нефть, это финансовые сложности в таких странах, как, скажем, Ливан, это новый виток американских санкций в Сирии, это обострение ситуации в Ливии, ну и так далее. То есть, по всей видимости, мы должны смотреть на эту картину как на комплексную, учитывая воздействие не только ковида, но и других сопряженных или несопряженных факторов. Вот здесь у меня есть три вопроса, которые мне хотелось бы поставить перед участниками обсуждения. Возможно, что кто-то захочет на какие-то из них ответить. Во-первых, вот сейчас в нашем дискурсе о ковиде есть практически уже такое аксиоматическое суждение о том, что эпидемия ведет к возвращению к вестфальскому миру. То есть, эпидемия означает триумф национального государства, развал международных организаций, или, по крайней мере, существенных ослаблений, и некий распад транснациональных акторов, будь то транснациональные бизнес-компании, или транснациональные политические и религиозные движения, что сейчас время триумфа национального государства. Вот насколько это применимо к региону? Откровенно говоря, у меня есть на этот счет сомнения. Более того, мне кажется, что в каком-то смысле пандемия – это определенный шанс как раз для субнациональных негосударственных организаций, которые в ряде случаев оказываются более эффективными, в том числе и в попытках справиться с социальными последствиями пандемии. Если это так, то, наверное, вот наше представление о посткоронавирусном мире, как о мире национального государства, нуждается в некоторых коррекциях или квалификациях. То есть оно может быть отнесено только к отдельным регионам мира. И вот это, мне кажется, важно обсудить. Второй момент, он тоже весьма, мне кажется, практический, он касается того, насколько социальная деятельность исламских организаций, в том числе радикальных организаций, может или не может привести к долгосрочному изменению их приоритетов. Вот каждый раз, когда я в последние недели говорю со своими турецкими коллегами, и мы обсуждаем проблему Идлиба и, соответственно, проблему организации HTS в Идлибе, то турки говорят, что, ну вот вы понимаете, вот сейчас под грузом ответственности с учетом пандемии происходит определенная переориентация радикальных организаций, которые все более активно разворачиваются в сторону социальных проблем. И мы будем пытаться их каким-то образом интегрировать в политическое пространство. Об этом говорят и некоторые американские коллеги, в частности, в отношении Идлиба, даже говорят о перспективах, ну, правда, не очень ближайшего будущего, но о перспективах, может быть, делистинга HTS, некоторых других групп. Вот насколько это справедливо, насколько вообще можно говорить о такой перспективе переоценки приоритетов со стороны радикальных политических организаций в сторону социальной повестки дня. Ну вот, скажем, это немножко из другого региона, но все-таки я знаю, что Талибан традиционно выступал против вакцинации полиамилита. Это была устойчивая позиция, и под ней были определенные религиозные основания. Но, как я понимаю, сейчас в отношении COVID-19 позиция изменилась, и Талибан готов сотрудничать, в том числе и со Всемирной организацией здравоохранения, с Международным Красным Крестом. Вот насколько действительно можно говорить об изменении? Или речь идет исключительно о тактике, исключительно о каких-то ситуативных подвижках, которые не знают, что принципиально. Ну и, наконец, последний вопрос, который, очевидно, является таким стандартным вопросом для такого рода обсуждений. Если мы говорим о возрождении ИГИЛа, о дополнительных возможностях, которые получают исламские экстремисты, означает ли это также появление дополнительных возможностей для международного сотрудничества в противостоянии радикализму и терроризму? Будет ли это новым фактором сближения, ну, скажем, позиций разных сторон в Сирии? Или в новых условиях это не будет способствовать преодолению обозначившихся разногласий и будет дополнительным фактором углубления расхождений между основными внешними игроками? Вот я хотел бы этим и ограничиться. Я прошу прощения, что не смогу присутствовать на всем заседании. У меня еще одно включение. Но я надеюсь, что у нас сегодня будет плодотворная и интересная дискуссия. Спасибо. Да, спасибо большое. Андрей Вадимович, вы поставили ряд вопросов. Я надеюсь, это поможет нам дальше двигаться в нашей дискуссии. Я бы хотел передать слово Андрею Вадимовичу Чупригину. Андрей Вадимович, я зацеплюсь за второй пункт о том, о чем говорил Андрей Вадимович, о социальной деятельности исламских организаций. И присоединю к этому пункту, если позволите, то, что у нас изначально было по программе, вопрос про эволюцию религиозно-политических нарративов на Ближнем Востоке. Вот как вы видите эту ситуацию? Андрей Вадимович. Спасибо, Руслан. Андрей Вадимович, спасибо за вступление. Вопрос интересный поставленный. Я думаю, что мы как раз вокруг них сегодня и попробуем провести эту беседу. Что и как я хочу поставить вопрос на самом деле. Я начну с истории. Вообще, на самом деле, вся эта история с пандемией коронавируса из Ближнего Востока и стран с преобладанием мусульманского населения Юго-Восточной Азии видится, конечно, не совсем так, как она видится из Европы. А может быть, даже можно сказать, что и совсем не так. Ну, это связано, конечно, прежде всего с тем, что Ближний Восток, Индонезия, Малайзия все-таки преобладает мусульманская культура. В частности, на Ближнем Востоке арабо-мусульманская культура. Так вот, представители этой самой мусульманской культуры стали причиной того, что взгляды на пандемию и борьбу с ней приобрели с самого начала некий характер, отличный от привычного нам. Ну, привычного, я имею в виду, в контексте пандемии. Итак, о чем речь? Первая реакция, привлекшая к себе внимание, это был изначально вдруг возникший призыв, мы все его слышали, в борьбе с неверными путем чихания и кашлями, как правило, в полицейских участках. Ну, очевидно, до них добраться было проще всего. Однако, лозунг этот под названием «Зарази неверного» не выдержал испытания на аутентичность. Он разбился о дискуссии среди улемов, ну и не только улемов, на самом деле, о том, что же говорит классика эпидемии и месте мусульманина в борьбе с этой напастью. И в одночасье мы заметили, что стали популярными произведения средневековых авторов, таких как Ибн Хаджир Араскалами, например, изучавших проблему в аспекте религиозных догматов о наследии пророка Мухаммеда. В частности, два вопроса, вызывавшие дебаты, касались определения сроков завершения пандемии. Это первый вопрос. И второй вопрос, наверное, главный для начального периода, считать ли мусульманина умершего от пандемии шагидом на пути Аллаха или нет. Особенно, конечно, в этом процессе преуспели индонезийские улемы из двух объединений Нахдуту Левляму и Мухаммадия, которые серьезно подошли к процессу. Со сроками у них дел не сложилось, потому что эпидемия Средневековья на Ближнем Востоке при отсутствии скоростных перемещений населения развивались не так, как сейчас и примером, наверное, вряд ли могут служить. Поэтому временные рамки, которые описывали классики, они не вписались в нынешнюю ситуацию. Но не так дело обстоит с борьбой с этой напастью. Наиболее авторитетные исследователи, конечно, ссылаются на прямые высказывания пророка о том, что чума есть благословение, благословенное испытание для умы и наказание для неверных. Это взято из хадисов пророка, традиции пророка. Здесь рассуждения идут по аналогии. В времена, о которых идет речь, во времена пророка, самой большой напастью была, конечно, чума. Поэтому все высказывания, ссылки на исследование касаются именно чумы и они, в общем-то, переносятся в дискуссию на коронавирус. И здесь дискуссанты находят ответы на почти все вопросы, по крайней мере, им так кажется. Первое. Зачем специально на неверного кашлять, если сам пророк сказал, что это уже наказание для него, то есть кара настигнет. Раз пророк установил, это второе, раз пророк установил, что в пандемии есть не что иное, как благословенное испытание для верующих, это означает, что все все равно попадут в рай, а неверные, соответственно, в ад. Вывод, само божественное проведение дало нам в руки оружие борьбы. То есть сама жизнь верующего в период пандемии уже есть джиган. Это перекликается с ранними высказываниями мусульманских хулемов. Третий здесь, с моей точки зрения, очень интересный поворот. Практически во всех источниках мы видим указания на изоляцию на ранних источниках исламских. Еще пророк Мухаммед призывал к изоляции местности, где развивается чумная эпидемия. То есть на Бога надеясь, сам не плашай. И как писал в своих рассуждениях тот же самый Ибн Хаджар, к которому все обращаются, местность пораженной болезни должна находиться в изоляции. И что же это, как повлияло на тему нашего обсуждения сегодня это ИГИЛ 2.0, вообще как не только ИГИЛ, но и экстремистская организация реагирует на подобную ситуацию. Несмотря на отказ от так называемых, то что я назвал кашляющей атаки, ИГИЛ на самом деле не отказалась от эксплуатации пандемии, и не только. Майское выступление Абу Хамз Аль Курайши тому свидетельство. Основные темы его. Смотрите, пандемия вот чисто по пунктам пандемия вас, в скобках, запад накажет. От этой кары вы не уйдете. Мы вам поможем пасть жертвой божественного гнева. Первая мысль. Вторая. То, что происходит между США и талибами, очень интересно. Значит, Аль Курайши связал период пандемии с ситуацией переговорной между США и талибами. То, что происходит между США и талибами, не останется в Афганистане. Сатаринский враг слаб, раз идет на мировую с талибами, вероятно, благодаря гневу Аллаха в виде пандемии коронавируса, значит, нам тоже есть к чему стремиться. Следующее. Все истинно верующие должны воспользоваться с ситуацией и нападать на ослабленного врага. Он считается ослабленным из-за мер изоляции, сворачивая некоторых программ, в частности, антитеррористических программ подготовки Соединенных Штатов в Ираке. Следствием стало резкое увеличение атак группы ГИЛ в спорных провинциях в Ираке. Мы видим на 200% увеличилось количество атак ГИЛ в Киркуке и Ниневе, в Сахеле на 35%. Активизация в Сирии в Европе пока незаметна и вероятна в результате пограничного контроля в связи с коронавирусом Ж. Дальше мысли, что сегодня формируются условия, каких не было раньше. Здесь я слегка вернусь к вопросу, который поставил доктор Картунов. Это вопрос замещения государственных аппаратов в некоторых странах в предоставлении социальной медицинской помощи. К этому идут призывы и в некоторых случаях мы видим это деятельность со стороны экстремистских и туристических организаций. То есть называется завоевываем умы и сердца людей в период некоторого хаоса на определенных территориях. Это все традиционные границы распространения экстремизма. Но мы видим усиливающиеся активность джигадистов и в районах ранее не подвергавшихся нападениям. Это Мальдивы и Мозамбик, которые сейчас становятся ареной активности террористической организации. Заметно растет статистика нападения у филиппинов. При этом формально следуя указаниям пророка и традиционным историям его ближайших соратников Сахаба европейские воежи джигадистов временно отменены. Есть указания которые можно найти в интернете страницы пораженных территорий. Ну вероятно еще и потому что в старом свете градус терактивности слегка снизился. Среди своих европейских несмотря на некоторую истеричность найти желающих становится все сложнее. Старинские режимы не очень шатаются несмотря на предыдущую волну терактов которая прокатилась по Европе. Конечно нет сомнений что активность ИГИЛ начавшаяся еще осенью 2019 года связана не только с пандемией. Однако новый вирус придал новый характер действиям туристической организации и на Ближнем Востоке и в Африке и в Юго-Восточной Азии. Но сегодня нет как такового консенсуса в определении нового характера и перспектив развития террористической активности в условиях пандемии. Есть общее понимание того что ситуация меняется и мир после пандемии будет возможен искренним в том числе и в поле угроз со стороны экстремистских организаций. Кстати речь идет здесь не только и не столько о мусульманских террористических организациях сейчас акцент сильно смещается на белое движение супермарсист и неофашистская но на самом деле все сходится в том что еще пока рано делать однозначные выводы но мы с вами как я надеюсь попытаемся ответить на вопросы которые уже поставлены сегодня и наверное можем порассуждать и попытаться сформулировать наше видение того как будут развиваться эти непростые ситуации в нынешних условиях я думаю на этом все спасибо спасибо большое а тем временем нас стало больше чем в два раза и даже еще больше чуть-чуть чем мы начинали я бы хотел это отметить особо при этом хотел бы передать слово Василию Сандровичу Кузнецову Василию Сандровичу вот у нас мы уже сказали про социальную деятельность о том что важно смотреть на то как выстраивать свою деятельность отдельные исламские организации в том числе радикальные на Ближнем Востоке в условиях COVID-19 вот как Вы считаете у нас происходит ослабление или усиление все-таки государств особенно хотелось бы может быть услышать Ваше мнение по поводу вот перспектив возрождения все серьезные перспектив возрождения радикальных организаций на территории Сирии и Ирака скоро уж совсем недавно именно там был основной очаг такой идеологический заряд который повлиял на дальнейшие события в регионе продолжает влиять Василий Александрович можно будет да да спасибо я с Вашего позволения не буду в камеру я помогу попробовать но я боюсь что тут проблемы спасибо Руслан спасибо уважаемые коллеги вообще за приглашение мне кажется есть несколько важных моментов ну во-первых мы может это профессия такая но мы находимся под обаянием момента и вот у нас последние месяцы все живут в ситуации ковида мы все стали судорожно проводить различные исследования и различные встречи посвященные влиянию ситуации с ковида 19 на те или иные аспекты международных отношений регионального развития это конечно важные вещи но мы должны понимать что в общем те процессы которые происходят в мире вообще и в регионе ближневосточном в частности и в исламском мире в целом они в общем происходили и до ковида и ковида и пандемия здесь скорее выступает неким катализатором тех тенденций как мне кажется которые здесь существовали ранее я я бы согласился с той осторожной точкой зрения которую высказал Андрей Вадимович относительно его скепсиса с его скепсисом относительно усиления национальных государств мне не кажется мне кажется что возвращение к Вестфалью может произойти там где Вестфаль был и усиление национальных государств может произойти там где эти национальные государства были сильными А там, где они были слабыми, там этого произойти не может. Собственно, если отойти от вот этих таких концептуализированных уже характеристик того, что происходит, ну, что такое, что сделало COVID-19? COVID-19 ухудшило экономическую ситуацию и усилило нагрузку на те социальные обязательства, которые есть перед государством во всех странах мира. Соответственно, вопрос, надо стоять не так, будет усиление национального государства или не будет, а так, может у нас национальное государство выполнять эти социальные обязательства или не может? Способно оно или не способно? Понятно, что первая реакция по всему миру, это везде произошло, это некое усиление таких функций безопасности, структур, связанных с безопасностью национального государства. Структуры, связанные с безопасностью, они не занимаются выполнением социальных обязательств, они не предоставляют социальные услуги, они не занимаются там системой здравоохранения. Соответственно, из этого я делаю вывод, что там, где эта система здравоохранения и другие социальные обязательства осуществлялась плохо, где и раньше государство давало это частично на откуп негосударственным акторам, там эта тенденция усилится. А какие негосударственным акторы? Когда мы говорим о Ближнем Востоке, то в целом ряде стран этого региона, эти негосударственные акторы, это были структуры, связанные с исламистскими организациями. Те примеры, которые приводил Андрей Вадилович, они очень характерны. В ИДЛИБе, например. Ведь почему те организации, которые частично контролируют ИДЛИБ, они могут брать на себя повышенные социальные обязательства? Потому что они брали на себя социальные обязательства и ранее. Соответственно, все это создает основу для усиления вот этой низовой солидарности и для усиления умеренных исламистских структур. Что касается радикальных джихадистских структур, типа ИГИЛа и тому подобных, то здесь ситуация, как мне кажется, немножко иная. ИГИЛ на территории Сирии и Ирака усилился и был создан в условиях кровопролитного конфликта, когда эти территории не контролировались государственной властью. Там социальные обязательства были не источником его силы, а это исполнение было сопутствующим обстоятельством, сопутствующей необходимостью. Прежде всего, речь шла о военно-политическом усилении. Как мне кажется, вот такого рода организации, как ИГИЛ, они могут обретать реальную власть в тех случаях, когда у нас есть полный вакуум государственности на конкретной территории и есть ситуация колоссального уровня насилия и конфликта. Там это произойти может. В Сирии и Ираке сейчас ситуация существенно изменилась по сравнению с 2014 годом. Да, она может снова измениться, никто с этим не спорит. Но сейчас она другая. Поэтому возрождение вот этих джихадистских структур и их нового усиления в том же формате, в каком оно было в 2014, 2015, 2016 годах, мне кажется, это маловероятно. Более вероятно, мне кажется, вариант возвращения, ну обновленного возвращения, и эту тенденцию мы и наблюдали и до марта, февраля, апреля этого года, это возвращение к тактике, которая применялась в том числе Аль-Каиды, создание ячеек, в том числе спящих ячеек, ведение такой террористической деятельности, которая не требует выполнения этих обязательств. Я думаю, что это мы будем наблюдать. И те теракты, и те акты насилия, которые упомянул Андрей Владимирович Чупрыгин, в том числе в Юго-Восточной Азии, например, или на Мозамбике, они очень хорошо увязываются с этой тенденцией. Стоит напомнить также, что идея о том, что вот эти радикальные группы, как ИГИЛ, они будут стремиться переносить свою деятельность в Юго-Восточную Азию, Африку, Южнее Сахару, иногда говорили про Центральную Азию также, но здесь вероятность меньше. Эта идея по разным причинам. Эта идея высказывалась задолго до ковида, она, в общем, курсировала в таких экспертных кругах на протяжении двух последних лет. Мы это сейчас наблюдаем. Это, видимо, будет наблюдаться. Очевидно, что в тех случаях, когда государство не выполняет свои обязательства, когда государственная политика встречает непонимание со стороны общества, этим могут воспользоваться радикальные мыслители, радикальные улемы разного толка, в том, чтобы использовать вот этот фактор пандемии, как мобилизующий, консолидирующий фактор. И те примеры, которые Андрей Владимирович приводил по поводу размышлений современного, так сказать, пандемийного богословия, эпидемиологического богословия, если хотите, они очень характерны в этом плане. Я думаю, что... Вот смотрите, у нас сейчас, когда начались резкие ухудшения уровня жизни, мы сталкивались уже с акциями протеста, довольно серьезными, в тех странах, в которых раньше этих акций... Ну, они были, но их было меньше, они менее заметны были. Это и Тунис, это и Марокко, это и Алжир. Я, естественно, говорю там про Север-Нафрику, потому что я всегда говорю про Север-Нафрику. Но эти акции протеста не были связаны с религиозным дискурсом, они были связаны с социально-экономическим дискурсом. То, в чем есть проблема у джихадистов и в том, в чем есть проблема вообще у исламистов, это проблема извечная, проблема того, как использовать социально-экономическую повестку в своих интересах. К сожалению, опыт пребывания у власти в последние 10 лет умеренных исламистских партий в большей части страны арабского мира не увенчался успехом. Они не показали себя способными решать социально-экономичные проблемы. Тут часто не их вина была, но тем не менее. Смогут ли они снова переосмыслить реальность? Это большой вопрос. Я думаю, что этот вопрос, на который мы не увидим ответа в ближайшие месяцы, это вопрос, на который мы увидим в ближайшие годы. Я, наверное, сейчас на этом остановлюсь. Я надеюсь, на какие-то вопросы я смог ответить, какие-то поставил. Хорошо? Да, спасибо большое, Василий Александрович. Действительно, у нас, я думаю, что поставлены еще больше вопросов. С каждым новым стыком мы получаем еще более интересные вопросы. Тем интереснее. Алексей Хлебников я бы хотел пригласить Вас выступить следующим. И, наверное, у нас еще один момент был до сих пор не задет. Мы все хорошо знаем, что на регион Ближнего Востока постоянно влияют внешние игроки и внешние силы. Алексей, если можно будет, тогда Ваше видение перспектив радикальных организаций на Ближнем Востоке и, может быть, какого-то видения того, как внешние силы пытаются совладать с этим? Алексей, звук, пожалуйста, может быть, отключить? Спасибо большое за приглашение и возможность поделиться своими соображениями. Спасибо уже предыдущим спикерам довольно сплошно поговорить. Хотел бы немножечко продолжить то, что уже начали предыдущие коллеги. И сказать, что, в принципе, то, что мы задаем вопросы, наверное, нам лучше. Это как раз пока что коронавирус является таким новым черным лебедем. Не черным уж как-то, наверное, на него смотрят. Нам, скорее всего, наверное, лучше сейчас задавать больше вопросов, чем искать ответов. Потому что, видимо, еще довольно новая реальность, в которых мы живем. Поэтому ответы, наверное, сложно искать, потому что не хватает технических данных, не, в принципе, объем данных, на которых можно основывать какие-то умозаключения, статистику и так далее отсутствует. Поэтому, наверное, то, что наша дискуссия сегодняшняя будет проходить в ключе задавания и постановки все больше и больше вопросов, мне кажется, это позитивный, больше даже, а не отрицательный, негативный момент. А в продолжении к этому хотел бы опять начать с постановки вопроса. Многие, если посмотрим онлайн-сессии, в которых, наверное, все участники сегодняшней дискуссии участвовали, многие задаются и ставят вопросы, не только у нас, но и, в принципе, и в зарубежном коллеге, какова роль и на что влияет, является ли ковид причиной новой эпидемии, причиной каких-то изменений. На мой взгляд, наверное, постановка вопроса неправильна, является ли ковид причиной чему. Скорее всего, он в большей степени является определенным триггером, который, как правильно Александр Александрович уже отметил, определенный катализатором процессов, которые уже были запущены в регионе, если мы говорим о регионе Ближнего Востока, ну и, в принципе, и глобальные процессы, которые уже шли на протяжении Китонова 10-15 лет. Страны Ближнего Востока в этом контексте также хотел остановиться на вопросе, который Андрей Владимирович Картнов поставил, и Василий тоже уже об этом говорил, на то, как коронавирус влияет и будет влиять на, так сказать, нуклеализацию, да, то есть нуклеализацию, усиление национальных государств на Ближнем Востоке. Во-первых, естественно, страны Ближнего Востока в понимании сегодняшнем намного более фрагментированы, сложны и сочинены различными конфликтами и противоречиями, чем, например, те же страны Западной Европы, и даже чем наша страна. И что позволяет разным группам, в зависимости от их автономии, пользоваться сегодняшним контекстом, состоянием пандемии. Что, например, по примере Сирии мы видим, что Хайфа-Пиршам и апеллированные с ним группировки усиливают свое экономическое присутствие, ну, то есть путем введения в оборот турецкой лиры на территориях и так далее. С другой стороны, сирийское правительство также усиливает свое присутствие из-за того, что уже появляется дополнительный рычаг, например, в отействии, в переговорах с курдами, потому что на их территории абсолютно нехватка медикаментов, препаратов и так далее. И поставки осуществляются недавно из Дамаска в Хасаку, то есть груз, который с медикаментами был привезен из Арбиля в Дамаск, и уже осуществлялись поставки на территорию, подконтрольные курдским отрядом. Поэтому вопрос здесь суверенитета и автономности, наверное, как правильно Илья Александрович отметил, те, кто были, обладали определенным суверенитетом и автономностью, станут более суверенны и автономны, а те, кто им не обладал в меньшей степени, наверное, продолжится размывание его. Также очень важный вопрос, мне кажется, здесь стоит поднять, по поводу социальной ответственности, роста социальной ответственности государства на фоне этой пандемии. Все, наверное, тоже помнят, что, наверное, одной из самых главных причин таких фундаментальных, происходящих сегодня турбулентных процессов внутри стран Движнего Востока является устаревание существующего социального контракта. между государством и обществом. И на фоне обострения, то есть истощения этого социального контракта, плюс с увеличенной нагрузкой социальной на государство, появляется опасный момент, который может привести к определенным вспышкам и эскалациям в регионе. Хотя, опять же, с другой стороны, ситуация иного, регион находится в таком состоянии довольно продолжительной прожитой времени, и уже, наверное, появился определенный запас, определенный иммунитет к определенным взрывным изменениям. Что касается влияния внешних факторов и сил, наверное, здесь стоит посмотреть на то, в общем, как глобального уровня, регионального уровня игроки меняют свое отношение к региональной повестке. Насколько мы можем судить, в последние месяцы пандемии в ближневосточном направлении оно не ушло с радаров, то есть главных игроков, что США с планом Трампа ближневосточным, что акцент, который был введен сейчас, то есть идет активное его обсуждение и имплементация, вопросы, связанные с этим. Турция и Россия также свою активность, в том числе Турция в Ливии только нарастила за последние месяцы, ну и, в принципе, в Сирии также. Поэтому, наверное, говорить о том, что коронавирус, вся эта пандемия, имеет какое-то фундаментальное влияние на процессы, на политику стран в отношении игроков, в отношении региона, в отношении, в частности, Сирии, наверное, не приходится. То же самое касается вопроса о том, насколько, например, изменит сегодняшняя ситуация с коронавирусом, политику, внешнюю политику России на Ближнем Востоке. Наверное, тоже вопрос здесь разряды таких больше гипотетических, потому что, как показывает история, исторический опыт, подобные кризисы, даже которые приводят к ухудшению экономического положения. И сегодня мы видим, что одна из самых, наверное, болевых, одно из самых болевых последствий коронавируса это идет экономическое, усугубление экономических кризисов в странах, в том числе и в России. И поменять на, повлиять на политику России в Сирии, также, наверное, это не представляется возможным. Мы вспомним 14-15-е годы после конфликта на Украине и ситуации с Крымом, после которой последовал резкий сплата на нефть, санкции и так далее, не были способны поменять хоть как-то политику, внешнюю политику России ни на украинском направлении, ни на направлении Ближнего Востока. Поэтому говорить о том, что коронавирус будет в какой-то степени, пандемия, влиять на политику и нашей страны, и в общем стран Запада, в частности США, или региональных стран Турции, Ирана, тоже не приходится. Несмотря на то, что Иран справился успешно с первой волной, сейчас, насколько неизвестно, начинается уже постепенно вторая волна. Мы видим, что Иран делает абсолютно такие публичные шаги, направленные на поддержание имиджа того, что Иран обладает ресурсами, обладает коммитментом все еще к своим сирийскому союзнику. Недавнее сообщение о том, что было подписано соглашение о военном сотрудничестве между Ираном и Сирией. Также, опять же, подтверждает, что, собственно, насколько бы ни было тяжелое экономическое и социально-экономическое положение внутри страны, в том числе связанное и с коронавирусом, и с санкциями Америки против Ирана и с актом Цезаря сирийским, они также вряд ли могут повлиять на фундаментальные основы подхода стран к региону, в частности, к отдельным страновым политикам. Наверное, я остановлюсь на этом. Спасибо. Спасибо большое, Алексей. На самом деле, очень хорошая тема поднялась, на мой взгляд, тоже, насколько действительно COVID влияет на ближневосточную политику. Я бы хотел пригласить Григория Валерьевича Лукьянова, старшего председателя высшей школы экономики. Григорий Валерьевич, как Вы считаете, каково влияние COVID на ближневосточные дела? Действительно ли оно фундаментально или может, вы продерживаясь с другой точки зрения, которая близка и Алексею Хребову? Здравствуйте, коллеги. Спасибо за предославленное слово. Мне, наверное, сложно, казалось бы, что-то добавить, но я, наверное, заострю просто определенный сюжет, который возник в нашей дискуссии. У нас дискуссия развивается о влиянии COVID в двух плоскостях. Одна плоскость – это реальная политика, другая – политический или религиозно-политический дискурс. И если в религиозно-политическом дискурсе мы можем отмечать определенное привлечение тематики COVID, поскольку это инструмент привлечения внимания, и здесь, в общем-то, ничего нового не происходит, так же, как когда-то ИГИЛ привлекал внимание, и все вопросы повестки так или иначе актуализировали себя через дискуссию об ИГИЛ, точно так же сейчас происходит актуализация тех или иных повесток, тех или иных акторов через дискуссию о COVID-19. То есть разговор о COVID-19 в политическом дискурсе политических партий, правительственных, антиправительственных используется так или иначе преимущественно для привлечения внимания к себе, ни более не менее. Что же касается реальной политики, то, на мой взгляд, на нее COVID-19 влияет минимально или не влияет вообще. Все те тенденции, которые сегодня отмечались, так или иначе, они имели меньше места быть раньше, они никуда не деваются, они никак не меняются. COVID-19 создает какие-то сложности, трудности, испытания, которые, скорее, на мой взгляд, лишь рельефно, более рельефно показывают те или иные проблемы, вызовы, с которыми сталкиваются страны, рассматриваемые нами регионы, и Ближнего Востока, и Северной Африки. И все эти проблемы мы так или иначе ранее поднимали. Пока, опять же-таки, дискуссия о фундаментальном влиянии COVID-19, его способности поменять облик региона, это лишь, будем говорить, так сказать, открыто паразитирование на актуальной повестке, на конъюнктуре. Не более того, никаких фундаментальных подходов к переоценке этого сюжета у нас нет, поскольку сама по себе проблематика пандемии относится к той сфере изучения международных отношений, которая сегодня кажется мне наиболее молодой и наименее развитой, но, тем не менее, весьма перспективна. Это разговоры об экологии, это разговоры о тех вызовах, проблемах, которые не укладываются в рамки стабильного классических подходов, социально-экономическое, политическое, культурное. В этом отношении сама по себе пандемия – это что-то более комплексное, что-то сложное, что-то другое. Но вот почему мы здесь говорим о тех… Вот Алексей, он очень четко показал и в выступлении Андрея Вадимовича Картунова, прозвучало несколько стран, про которые мы так или иначе говорим, что по ним ковид ударил больше всех. Мы говорим об Иране, мы говорим об Саудовской Аравии, о Катаре и об Израиле. Почему? Потому что там более-менее развита государственная статистика, там развита государственная медицина, и это, соответственно, говорит нам о том, что, в общем-то, там эти случаи фиксируются. В других же проблемных регионах, я не буду говорить об упоминавшейся здесь Сирии, но считаю необходимым упомянуть особо Ливию и Гемен, здесь проблема не менее значима. Ковид там распространяется активно, но из-за продолжающегося военно-политического кризиса у нас нет никакой возможности получить адекватную статистику того, что происходит. Как распространяется заболевание, как оно, соответственно, может влиять на ситуацию, на жизнь граждан, какая реальная смертность, поскольку в буквальном смысле слова, и это не мои слова, а слова тех коллег, которые врачи, которые работают там, и было бы хорошо, если к нашей дискуссии подключились бы специалисты, к примеру, врачей без границ или гуманитарных организаций, которые работают в регионе. Но, безусловно, это факт, что большое количество заразившихся, их невозможно уже поставить им диагноз о том, что они, соответственно, заразились, они погибают, и нет просто возможности вести регулярный учет этих свиток. Поэтому, опять же-таки, ключевой вызов, ключевая проблема, которая характерна для конфликтов, застарелых конфликтов уже, Ливия, Йемен, Сирия, это крах полностью системы здравоохранения в этих странах. Ливийцы, к примеру, и до конфликта предпочитали ездить, лечиться за рубеж. Сегодня, собственно, самые большие такие удары произошли, зафиксированные, опять же, в крупных городах. О том, что в мелких городах нет, соответственно, заболеваний, ну, в общем-то, никаких данных точно достоверных пока нет. Ситуация может меняться. Говоря о тех акторах, о тех сюжетах, которые так или иначе вскрывались в рамках политического дискурса, о чем говорил Андрей Владимирович, мне кажется, что это добавит только одно, что в начальном этапе сейчас это подошло чуть-чуть на спад, но тем менее это очень заметно было и значимо для анализа. Это рост антикитайских настроений. Представление о том, что COVID-19 есть продукт Китая, и в этой связи актуализация кризиса, конфликта межконфессионального в Синьцзянь-Лугурском автономном районе, в общем-то, а это тот ключик, через который изначально повестка COVID-19 вошла в дискурс мусульманских сообществ не только Ближнего Востока и Северной Африки, но также Южной Азии и далее. В этих условиях, в общем-то, антикитайские настроения, они хоть и пошли на определенную убыль со временем, но, тем не менее, никуда не исчезли. И, в общем-то, это, наверное, тот сюжет, который в определенный момент замалчился, но, тем не менее, он актуальный, значимый для повестки еще, в том числе в Северной Африке, он имеет место быть. Третий момент, который с дискурсом я бы хотел выделить, это выделившаяся роль современных интернет-богословов. Вот чья роль-то, собственно, в условиях самоизоляции, карантинных мер, всех вот этих периодов борьбы с COVID-19 в последние месяцы вышло на очень высокий уровень. А для того, чтобы стать интернет-богословом, диджитал-богословом, диджитал-лама, в общем-то, особых ресурсов не надо. Не нужно никакого специального особого образования, необходимо хорошая веб-камера, создать YouTube-канал и его продвигать. Или, соответственно, продвижение через другие социальные сети. В данных условиях, в условиях социального накала, которое вызвало паника, распространение пандемии, дефицит, недостаток аутентичной информации от государственных институтов, от отсутствия достаточной профессиональной информации от других источников, в том числе связанных с государственными структурами. Все это вызвало потребность, спрос на альтернативный дискурс, собственно, который был найден в интернет-сообществах. Сейчас уже появляются исследования контента этого дискурса, его формы. И здесь уже появились определенные интересные работы как по арабскому региону, так и по мусульманским сообществам и вне мусульманского мира, скажем так, где, собственно, так или иначе проблематика мигрантская, проблем безопасности так или иначе всплывает в контексте проповедей о ковиде, скажем так. Вот эти сюжеты, мне кажется, они достаточно значимы и могут показать нам, опять же, классические проблемы. Но, с другой стороны, ковид-19 – это не корень проблем, с которыми сегодня сталкивается регион. Это лишь, соответственно, определенный фактор временный и в определенной степени нисходящий, на мой взгляд. Касательно же нашего обращения к сулу джихад и, соответственно, к теме, заявленной круглого стола, и так или иначе обращаясь к проблематике радикальных круг, то, на мой взгляд, они тоже оказались в определенной степени в растерянности в отношении того, что происходит и как реагировать на данную ситуацию. Здесь реально не хватает… Почему вы начали обращаться к классическому богослову, к классическому наследию мусульманских мыслителей? Поскольку эта практика, она привычная, поскольку, соответственно, это устоявшаяся модель. Но это не значит, что, собственно, было найдено какое-то общедоступное решение. Опять же, те проблемы, которые существуют в современном интерпретации классического наследия, они также себя активно проявляют. Ну вот, на мой взгляд, здесь можно говорить про тот фактор, который можем так или иначе выделить в международных отношениях. Это связано с, опять же, зонами конфликта. В определенной степени COVID-19 на некоторое время создал видимость того, что общие проблемы, которые возникли у больших стран с ликвидацией последствий эпидемии COVID-19, сделают их менее активными на региональной политической арене. Ну, действительно, Соединенные Штаты Америки под воздействием своих собственных внутренних проблем, связанных в том числе с COVID-19, но не только с ними, несколько поумерили свою активность на ближневосточном направлении, по крайней мере, в публичном пространстве. В некоторой степени снизилось, возникло ожидание или представление о том, что гнет финансовых расходов на покрытие потерь от борьбы с COVID-19 заставит европейские страны как-то пересмотреть свою политику. Не факт, что оно таковым и будет, но, тем не менее, возникшее такое представление запустило ряд процессов в тех или иных зонах конфликтов. В Ливии это привело в апреле-май месяце к активизации боевых действий, наступления сил правительства национального согласия против войск Ливийской национальной армии, приведших к освобождению от них территорий Триполи и окрестностей, и это скринным образом поменяло определенной степени ситуацию как в поле, так и, в общем-то, во всем нашем представлении о том, как этот конфликт развивается. Стало ли возможно бы такое наступление, если бы те, кто стоял за ним, не ожидали, что никакие европейские государства, никакое международное сообщество не вмешается? Вполне возможно, что да. Но этот эффект, опять же-таки, оказался временным, и сегодня уже включаются совершенно другие механизмы. Поэтому, на мой взгляд, резюмируя все вышесказанное, мне кажется, что мы можем продолжать в академическом ключе говорить о том, как проблематика COVID-19 присутствует в современном политическом, религиозно-политическом дискурсе в мусульманском мире и, в частности, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Но, когда мы говорим о международных отношениях, о процессах, проблемах безопасности в русле реал-политик, в русле реализма, неореализма, нам необходимо от всей этой конъюнктуры избавиться, дабы не смущать себя и других и не мешать картину вот этими малозначительными обстоятельствами. Спасибо. Да, Григорий Валерьевич, спасибо большое. Я, насколько понимаю, что у нас сложилась картинка о том, что, как минимум, COVID-19 не оказывает, насколько я понимаю, исходя из слов наших экспертов и Алексея Хлебникова и Григория Лукьянова, что COVID-19 не оказывает фундаментальное влияние на ближневосточные дела. Да, где-то, может быть, он выступает катализатором процесса. Но не более того. Более того, COVID-19 может мешать в том, чтобы увидеть корни самих проблем и как-то их адресовывать с этой точки зрения. Я бы хотел зацепить... А? А поспорить? Поспорить мы успеем. У нас еще два выступления. Поспорить мы успеем обязательно. Собственно, в этом смысл нашей сегодняшней дискуссии. Я бы хотел зацепиться, кстати, на самом-то деле за интересную тему, поднятую Григорием Валерьевичем. Вернее, продолжим, скорее, Григорием Валерьевичем. Про то, что пауляма тоже умеют в диджитал. Я помню, как-то несколько лет назад мы очень интересно общались с людьми в регионе. В итоге мы вышли на то, что на самом-то деле мы постоянно говорим, что регион разъединен, все очень плохо в этом плане. То есть каждая страна преследует, или каждый лидер каждого государства преследует свои интересы. Но, тем не менее, есть некоторое взаимопроникновение рынка идей, если можно так сказать. Когда там поп-певица одной страны становится суперизвестной в другой стране, да, и интересные феномены. Или, наоборот, когда идея того или иного мусульманского ученого, улема из одной страны, значит, расходится по всему Ближнему Востоку, а помогает в этом одни и те же механизмы. То есть, в зависимости, кто вы, поп-певица или улем, но вот рынок идей, он как бы, он насыщенный, он все равно позволяет давлеть надумами в разных частях региона. Отсюда я бы хотел, говоря о региональном измерении, передать слово нашему следующему докладчику Никите Конжа, представителю Школы Востоковедения, Высшей Школы Экономики. Никита, если можно будет, да? Да, да. Я продолжу вот все, что начали о чем говорить. Продолжу, в частности, то, о чем говорил Григорий Валерьевич, о экономических последствиях коронавируса, о социальных последствиях. Вообще, сначала несколько общих цифр. Пандемия затронула Ближний Восток не так сильно, как, скажем, Южную и Северную Америку, европейские страны. На Большом Ближнем Востоке, включая Иран, Турцию, Пакистан, Афганистан, количество инфицированных составляет порядка полутора миллионов человек при показателе летальности около двух с половиной процентов. И по сравнению с другими регионами это весьма низкий показатель. И такие низкие значения в первую очередь объясняются возрастной структурой страны региона, потому что в большинстве стран население, 60% населения моложе 30 лет и, соответственно, находится вне группы риска. Кроме того, ввиду преимущественно жаркого климата в регионе срок лечения по разным оценкам снижается на 20-30% и также уходит вероятность осложнений коронавируса. Далее говоря, в Саудовской Аравии, которая уже сегодня поднималась, где на сегодняшний день зафиксировано порядка 250 тысяч заболевших, можно отметить две главные черты. Во-первых, сложившийся характер принципа госуправления в Саудовской Аравии позволили максимально широко задействовать имеющиеся административные ресурсы. Для контроля порядка практически сразу в марте месяца апреля была задействована армия, был введен комендантский час, введены крупные штрафы, доходящие до 20 тысяч реалов для нарушителей карантина. Второй атрибут пандемии в королевстве – это наличие опыта по борьбе с инфекционными вирусными инфекциями и большое количество аппаратов ИВЛ. Здесь дело в том, что в 2013-2014 годах в Саудовской Аравии было уже несколько тысяч заболевших коронавирусной инфекцией другого типа, так называемым ближневосточным респираторным синдромом. И все это стало причиной одного из наиболее низких на Ближнем Востоке показателей летальности. Он менее 1%, 0,92-0,91, примерно так. Однако закрытие границ и неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, конечно, сильно ударят по экономике Саудовской Аравии, которая получала, во-первых, порядка 50-60 миллиардов долларов ежегодно, это 7-8% ВВП так называемого религиозного туризма. По последним данным, в страну в 2020 году должны были прибыть 7,5 миллионов паломников. Из них около 3 миллионов должны были прибыть в период хаджа, который как раз приходится на июле-август и скоро должен начаться. В условиях практически полного прекращения авиасообщения ситуация складывалась довольно неоднозначная. В конце июля, июня, саудовские власти объявили о том, что паломничество в этом году смогут совершить лишь те, кто уже находится в королевстве. Пандемия коронавируса ударила не только по саудовской экономике, но и повлияла на боевые действия, которые ведет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в Йемене. В начале апреля, 9 апреля, Эр-Риад объявил об одностороннем прекращении огня сроком на две недели, объясняя это необходимостью бороться с коронавирусом внутри страны. В данный момент, тем не менее, боевые действия продолжаются. Хуситы активно используют ракеты, беспилотники для осуществления трансграничных атак на саудовские объекты. Арабская же коалиция, в свою очередь, в начале июля объявила о начале новой сухопутной операции. Далее, в Египте, о котором тоже сегодня уже говорили, зарегистрировано порядка 80 тысяч случаев, и страна является второй наиболее пострадавшей стороной в африканском континенте после ЮАР. Здесь, конечно, тоже встает вопрос методики подсчета, но вот, тем не менее. В середине марта в стране также был объявлен расширенный карантин с 19 вечера до 5 утра, закрыты все рестораны, общественные пространства, установлен жесткий контроль над ценами на медикаменты. Сейчас ситуация улучшается, с этой недели снимается ряд карантинных ограничений. Также на фоне закрытия страниц границ наиболее сильный удар пришелся по туриндустрии страны, в которой заняты порядка 2,5-3 миллионов египтян, доходы от которой составляют около 6% египетского ВВП. И для поддержания турбизнеса власти стимулируют внутренний туризм, который, как пишет национальное издание Аль-Аграм, сейчас дает практически полную заполняемость отелей и египетских курортов. Это, естественно, в рамках установленного властями предела сначала 25%, это было весной, а сейчас 50% номерного фонда гостиниц для соблюдения социальной дистанции. Также для поддержки туриндустрии Каира и египетских курортов в апреле-июне работникам выплачивались дополнительные 500 египетских фунтов ежемесячно. Далее я бы хотел закончить ситуацию в Марокко, где были приняты одни из наиболее жестких мер по борьбе с коронавирусом среди ближневосточных стран. Число подтвержденных случаев там составляет порядка 15 тысяч при показателе летальности 1,5%. Еще в марте этого года я находился в Рабате и в разгар коронавирусной паники фактически воочию мог наблюдать, как все эти меры происходят. Королевство в числе первых стран полностью прекратило авиасообщение. Это произошло 15 марта. Для сравнения, в Египте это случилось лишь 19 марта, в Российской Федерации, к примеру, 27 марта. Далее, 20 марта Марокко объявило о введении чрезвычайного царного положения, которое предусматрило ограничение передвижения между городами как на общественном, так и на личном. В транспорте необходимость оформления пропусков, причем довольно жестко, и полное прекращение работы предприятий в сфере обслуживания. В результате принятых мер, Марокко, где, кстати, медицина находится на хорошем уровне и с методиками подсчета, там тоже больших проблем нет, число заболевших и умерших удалось снизить многократно. К примеру, число умерших в 10 раз меньше, чем в Саудовской Аравии, при том, что в Марокко и в Саудовской Аравии число населения схожее, а количество заболевших в 16-17 раз меньше. Что касается Марокко, недавно режим чрезвычайного положения был продлен до 10 августа с полным прекращением международного авиасообщения, но было объявлено, что постепенно все-таки ограничения будут снижаться, как и везде, будут открыты общественные пространства, частично возоблено внутреннее время, в том числе сообщения. В завершение, основным преимуществом Ближнего Востока, большинства стран Ближнего Востока, как уже было сказано, является молодое население, возможность принятия более строгих административных мер, с другой стороны, слабое или вовсе отсутствующее здравоохранение в таких странах, как Йемен, который и без коронавируса находится на грани крупнейшей гуманитарной катастрофы, и все-таки какие-то показатели оттуда есть, и сейчас уровень смертности от коронавируса 27%, это самое высокое значение в мире. Также, например, есть Судан, где летальность 7%. Более того, в таких странах, как Йемен, Ливия, Сирия, где в настоящий момент идут боевые действия, действительно, невозможно не только лечение, но и зачастую даже проблематично выявление болезни. Что касается экономического ущерба, нанесенного коронавирусом, огромная часть населения потеряла свои доходы, это было связано с введением комендантского часа в большинстве стран, также с прочими ограничениями. И этот факт, безусловно, наряду с другими ограничениями может стать причиной новой волны социальной напряженности, которая по сравнению с началом 2020 года снизилась, но никуда не пропала в таких странах, как, к примеру, Алжир или Ливан или Ирак. Все, на этом я закончу. Спасибо. Спасибо большое. У нас остался последний... Да-да-да, спасибо большое. Значит, у нас остался, наверное, по программе еще один вопрос, который бы я хотел задать Александре Фокиной. также представитель ЗВУ факультета мировой экономики и международных отношений высшей школы экономики. Александра, если можно, не могли бы вы поделиться своим мнением о том, как же обстоит дело все-таки в таких филиалах, бывших филиалах Русланского государства, как выстраивать... Да, наверное, здесь вопрос. В условиях COVID-19. Да, Руслан Шакирович, спасибо большое за возможность высказаться. Спасибо всем предыдущим докладчикам. Да, мне, естественно, в конце выпала возможность рассказать про Африку южнее Сахары и вообще про африканскую перспективу на все эти ковид-джихадистские дела, как сформулирована тема. А, как известно, эпидемиологическая ситуация в Африке относительно других регионов пока лучше, хотя говорить об объективности цифр, которые мы видим, нужно с понятной долей скепсиса. Эффект от пандемии нам только предстоит увидеть, об этом сказали многие докладчики. И, тем не менее, экспертное сообщество уже в начале весны выданило ряд гипотез относительно того, как COVID-19 повлияет на террористическую угрозу, в частности в Африке. Первое заключается в том, что контртеррористические усилия, в первую очередь, внешних игроков сократятся, поскольку им есть чем заняться, у них есть внутренние дистанциальные угрозы, и, соответственно, у террористов будет больше возможностей для... больше пространства для маневров. С другой стороны, другая гипотеза связана с тем, что террористы будут эксплуатировать гуманитарный вакуум для экспансии своего влияния. Я постараюсь сделать выводы относительно справедливости этих выводов в конце, а сейчас немного пройтись по фактуре. Наиболее заметным воплощением COVID-джихада можно... Наиболее заметное воплощение COVID-джихада было действительно в риторике террористических движений, о которой уже говорил и Андрей Владимирович вначале, и, мне кажется, почти каждый спикер. Пандемия стала элементом пропаганды и рассматривается различными группировками как наказание неверным европейцам за участие в кампаниях, в частности, в Сахеле. Это к французам относится. Наказание шиитам. Карантинные меры воспринимаются... Например, Бока Харам выпустил заявление, что это война против мусульман. Ухудшение социально-экономической ситуации в странах международной коалиции и союзников — это кара за борьбу с террористическими группировками. Однако, что происходит на фоне всего этого? Мне кажется, что я буду принадлежать к тому лагерю людей, которые будут говорить о том, что качественно COVID не изменил характер террористической угрозы, но ведь в COVID эпоху тоже что-то происходит, и мне кажется, это важно рассмотреть. Самое заметное событие, на мой взгляд, на африканском пространстве — это раскол союза исламского государства Аль-Каиды и Сахиля. Это происходит на территории Мали и в области Гурма, Буркина-Фасо. По состоянию, на конец мая Аль-Каида доминирует в регионе, а бойцы ИГИЛ, соответственно, устремились к Мавритании и на границу с Нигером. Вот, и исламское государство в этой части Сахиля. И, в частности, 20 июня Аль-Каида выпустила видеоролик, где показывает захваченное вооружение боевиков в районе Буркина-Фасо и Ганы. Тенденция к конкурированию этих террористических сетей также не нова, и она видна на других территориях, в частности, в Египте боевики ИГИЛ ликвидировали оппонентов из Джунта-Леслама в Синае. Но при этом есть и какие-то внутрегрупповые тенденции. Мне кажется, ну, они все являются продолжением того, что мы наблюдаем последние, не знаю, лет 20. Мне кажется, важно обозначить то, что исламское государство, раз уж такова тема кругу стала, продолжает активничать. Например, за первую неделю апреля от рук исламского государства пострадал больше 7 месяцев солдат в Западной Африке, и наблюдается активная экспансия халифатов на территории Мозамбика. Это бойни в 52 деревнях в этом году в провинции Каба-Дельгада, которая богата нефтью. Более 15 нападений с мая, сбитие вертолетов, разграбление городов и так далее. Бока-Харам, в свою очередь, как также филиалы ИГИЛа, устроило крупнейшую атаку в истории Чада, почти 100 погибших солдат. Но все это не является чем-то новым и характерным исключительно для ковид-эпохи. Что происходит тем временем в государствах? Я бы хотела обратиться к Западной Африке, поскольку там гуманитарная ситуация сейчас наиболее плачевная. Объясню потом, почему это важно. Итак, риски, с которыми я сталкивался. Это, ну, в первую очередь, это наше и правительственное ограниченное представление о ситуации вообще эпидемиологической, которую уже осветили, о ухудшении гуманитарной ситуации, особенно внутренне перемещенных лиц, как наиболее vulnerable группы, и риски для продовольственной безопасности, что всегда важно для региона. Экономические потрясения, и к тому же, с учетом того, как в экономике и в рынке задействована наибольшая часть населения, она подверглась жесточайшему удару, слабая медицинская инфраструктура и, наконец, слабые знания о ковиде у населения, а также популярность теории заговора. О последнем ковид-диссидентстве можно говорить как об одном из маркеров того, что мы наблюдаем в Западной Африке, и это отсутствие так называемого ралли вокруг флага. В частности, в Нигере были протесты против локдауна во время Рамадана, а в Буркина полицейская жестокость вызвала еще ряд протестов, а жестокость была связана с соблюдением карантинных мер. На фоне роста социальной напряженности можно говорить о потенциале радикализации. И в этом смысле ковид-джихад, мне кажется, наиболее осязаем в том смысле, что создается больше потенциал для рекрутинга. А это, в свою очередь, важно в контексте новых электоральных циклов, которые подходят в том же регионе, например, президентские выборы 22 ноября в Буркина и 27 декабря в Нигере. Надеюсь, что они все случатся. Что касается международной перспективы, о которой так много говорил мировое сообщество, что сократится внешняя помощь для борьбы с терроризмом, сиюминутно, возможно, об этом можно говорить. Так, например, Британия отказалась посылать обещанные 250 военных для поддержки компании на территории Мали. Однако даже США, которые Африком планировали бы сокращать присутствие в Западной Африке, но из-за пандемии этот процесс приостановлен, поскольку есть понимание о том, что террористы должны эксплуатировать ситуацию пандемии и, соответственно, присутствие как никогда важно. Что касается Франции, значительно вложившейся в ту же компанию Бархан, и которой вот-вот исполнится уже 6 лет, она и подавно не предприняла шагов по сворачиванию антитеррористической борьбы в регионе. Но что интереснее отметить, мне кажется, что все более важным измерением антитеррористической борьбы становится гуманитарная помощь, и здесь на первый план выходит Китай, который, например, с середины мая направил в Африку несколько медицинских команд и провел 400 тренингов для 200 тысяч метр работников. Понятно, что это не всеобъемлющая помощь, но это больше, чем предоставил кто-либо, как я понимаю. И для Китая это отдельно важно, поскольку, как указал Григорий Валерьевич, вирус связывают именно с Пекином, и в самом Китае были инциденты с пресечением черного населения именно на фоне распространения пандемии. И мне кажется, важно заострить внимание именно на том, что этот механизм мягкой экспансии и в то же время антитеррористической борьбы становится особенно важным на фоне таких тенденций в регионе. Я думаю, я буду потихоньку заканчивать. Я хочу лишь уточнить, что ожидания мирового сообщества о качестве влияния пандемии на террористическую угрозу пока не оправдываются, так как мы видим продолжение борьбы в двустороннем порядке. Террористы продолжают атаковать и мировое и местное сообщество продолжает реагировать на это. Актуальные тенденции вроде усиления конфронтации между исламским государством и филиалами Аль-Каиды являются продолжением того, что происходило в регионе и до пандемии, однако о ее последствиях вообще говорить еще рано. И повышенный гуманитарный риск имеет все шансы ускорить радикализацию в регионе и отразиться на новом электоральном цикле в ряде стран. Я думаю, я сказала, что хотела. Спасибо вам большое за внимание. Да, спасибо огромное, Александра. Вот мы закрыли последний вопрос по нашей программе о связях, о деятельности бывших организаций, связанных с ВИЛ в Африке. Напомню, что это теоретическая организация, запрещенная в России. Это было наше последнее выступление, последнего спикера. Сейчас мы переходим к завершающей дискуссии. У нас есть немного времени. У нас есть несколько вопросов, которые нам прислали наши слушатели в чате. Если позволите, я задам один из вопросов Андрею Владимировичу Чупрыгину. Андрей Владимирович, был вопрос про то, с чем все-таки связано низкое количество зараженных на Ближнем Востоке по сравнению с другими регионами, в чем причина внеосведомленности, невозможность сделать тесты и фиксировать статистику, или все-таки на Ближнем Востоке преобладает молодой поколи... очень много молодежи, поэтому это как-то позволяет... Ну, так, по крайней мере, сформулирован вопрос. Ну да, я вижу. Если можно быть... Да. И, Андрей Владимирович, я сразу вас же попрошу, вы говорили о том, что поспорить можно будет вам сразу перейти... И поспорить. Да, и продолжить спор. Сразу и поспорить. Потому что у нас, вы видите, у нас уже такой складывается чуть более консенсус на тему того, что, ну вот, ковид, конечно, может и влияет, но не так, как... Да ну его, на самом деле. Все его представляют. Консенсус, что... Он, конечно, да, он есть, да ну его, знаешь, и влияние какого-то... И в этом плане мне очень понравилось Александр выступление, которое тоже сказал да ну его, а в конце сказало, ой, а есть, значит, тенденция радикализации. Значит, да ну его никак не получается на самом деле, по большому счету. Ну, на вопрос сначала. С чем связано низкое по сравнению с другими регионами количество зараженных на Ближнем Востоке? Причин много, и это все перечисленные, и плюс еще несколько причин. И, конечно, это отсутствие тотальных тестов, это отсутствие хорошо налаженной статистики на большинстве территорий. Это, конечно, и преобладание молодежи, хотя говорят, что молодежный фактор уже не играет такой особой роли в распространении ковида. Но, с моей точки зрения, там есть еще один фактор очень важный, который привел вот к такому невысокому уровню заражения. Это другой характер социального взаимодействия в странах мусульманской, с преобладанием мусульманского населения. Нет традиционных в этих странах таких, с позволения сказать, больших и постоянных тусовок, как это мы наблюдаем в Европе, где на самом деле передача ковида и происходит в большинстве случаев. И, с моей точки зрения, это очень серьезный фактор, на самом деле, который, кстати, эксплуатируется и в идеологическом дискурсе в том числе и тех организаций, которые мы с вами сегодня обсуждаем. Так что, когда мы говорим о небольшом... Да, и еще фактор климата. Говорят, что ковид не очень хорошо переносит высокие температуры. Ну, правда, там речь идет о каких-то заоблачных 80 градусов на самом деле. Но все в один голос эпидемиологи говорят, что с наступлением летней жары он уменьшается. Учитывая то, что обсуждаемый нами с вами регион, это в основном с нашей точки зрения летняя жара, я думаю, что этот фактор тоже играет определенную роль. В отношении... Да, ну, я не знаю, я ответил на вопрос или нет, кто может быть добавит свои соображения. В отношении поспорить. Коллеги, очень здорово у нас сегодня получается эта история, потому что очень интересно было слушать различные мнения, которые так или иначе сошлись в одной точке более-менее. Эта точка совсем оказалась противоположной тому мнению, которое у меня сформировалось за последние месяцы. Это обнадеживает. То есть есть длинный спор, в который можно ввязаться и проводить замечательное время обсуждения этих вопросов. Значит, я как раз считаю, что ситуация с пандемией резко меняет ситуацию политическую, которая складывается на Ближнем Востоке сегодня, и в том числе и ситуацию с различными экстремистскими движениями, с движениями и тенденциями политического ислама и так далее. Почему я так считаю? Вы знаете, говорить марсистско-ленинский лозунг о том, что по мере развития империализма классовая борьба будет усиливаться, ну, нам с вами это зачем? Мы и так это знаем на самом деле. Мы знаем о том, что глубинные причины того, что происходит на Ближнем Востоке, они вот такие, они как были два года назад, как они были пять лет назад, как они были год назад, они на самом деле такие, собственно говоря, и остались, их ничто не поменяло. Но ведь у нас есть с вами новый фактор, который начал действовать в нынешней ситуации, это самая пандемия. Говорить о том, что она не оказывает никакого влияния, вы знаете, я поостерег, если бы честно говоря, я скажу почему. У меня сразу в голову приходит пример, не ИГИЛ, ИГИЛ это как бы by extension, он там где-то суетится и начинает активничать дополнительно. А вот у меня сразу пример такой приходит в голову, это Турция. Смотрите, что происходит в условиях пандемии. Как Турция резко активизировалась и в Идлибе, и в Ливии, в Восточном Средиземноморье. А почему именно сейчас? А почему именно сейчас Эрдоган решил, что у него есть возможность резко и активно продвинуть свою повестку на так называемое, помните, название Большая Голубая Родина. Это по одной простой причине, потому что Эрдоган просчитал и достаточно правильно, что основные оппоненты поздно среагируют, потому что заняты внутренними проблемами обеспечения борьбы с этой заразой под названием КОВИД-19. И Эрдоган не просчитался. И он не один на самом деле. Но это очень хороший пример с моей точки зрения. А дальше по определению идет как карточный домик. начинается цепная реакция. Успехи Эрдогана там, неуспехи кого-то в другом месте и так далее. Поэтому с моей точки зрения конечно КОВИД-19 наоборот он принес некий дополнительный фактор, очень серьезный фактор, который меняет расклад сил сегодня на Ближнем Востоке. В какую сторону мы сказать пока еще не можем. Я об этом говорил с выступления, потому что консенсуса нет. У меня тоже нет таких решений и предположений, потому что еще слишком рано. Но я абсолютно четко чувствую, я ощущаю, что вот эта ситуация с пандемией она задала некий процесс, который сейчас будет продолжаться и приведет к совершенно новому формату отношений. если не на всей территории Ближнего Востока, то абсолютно однозначно в любимом нами с Григорием Лукьяновым регионе это Север-Африке, который, конечно, будет нам показывать пример того, что будет происходить на остальной территории Большого Ближнего Востока. Вот это я начал спорить. Дальше давайте рассуждать. Да, спасибо. Действительно, давайте рассуждать. Вы, когда стали приводить пример Турции, я сразу вспомнил, ну, сразу же хочется сказать, ну, Андрей Владимирович, Турция же еще до того начала активную свою политику. Когда Турция входила еще со своими первыми операциями в Сирию, это уже было что-то такое серьезное, да, то есть против курдов, против дашь. Но я, на самом деле, здесь не буду вмешиваться в эту дискуссию, я приглашу сразу других. Григорий Валерьевич Лукьянов, если можно будет, я тогда вас попрошу ответить на вопрос. Кстати, кстати, Григорий Валерьевич, пока вы не начали говорить, я хочу вам бросить черный шар, если позволите, а вы его отбиваете ракеткой теннисной. Давай. В исламе, в теле исламе, как я его называю, абы кто с интернет-сайтом и просто так популярным интернет-проповедником не станет никогда. Там рынок очень привередлив, он намного более привередлив, чем рынок, например, евангелистов в Соединенных Штатах. Здесь параллели проводить нельзя, поэтому процесс выхода в теле проповедники, он сложный, мучительный, но не надо получить благословение от кородавы, а иначе как? Иначе не кто-то слушать и будет. Ну да, но были ребята, кто сразу вышли в YouTube и по-другому себя позиционировали. У меня вопрос, можно я задам вопрос наших слушателей дальше? Вот был вопрос про то, как эпидемия влияла на деятельность ИЧ и КГИЛ в Центральной Азии, а также вопрос про то, как коварополитика России в странах Ближнего Востока в условиях пандемии. Григорий Леонидович, можно я вас попросу сначала ответить на эти вопросы, а потом, так сказать, а потом отреагировать на, да, и вас, и всех остальных наших спикеров отреагировать на начавшуюся такую, чуть более жаркую дискуссию. Спасибо, Руслан Шакирыч, спасибо, Андрей Владимирович. Я, если бы мне было позволено, я бы вот этой вот ракеткой отбил вопрос по поводу действий России Андрею Глебовичу Бакланову, которого нет, либо, соответственно, к Никите Ганже, который, собственно, оказался вовлечен в эту самую политику, как один из тех самых российских граждан, который в условиях введенных ограничений при активном содействии российского государства из региона эвакуировался, скажем так. И он, наверное, как участник сможет эти процессы объяснить куда более рельефно, чем я. Что касается влияния ковид на деятельность конкретных группировок или конкретных ячеек исламского государства в регионе, тем более Центральной Азии, то, во-первых, надо отметить, что частота, с которой те или иные группировки исламского государства отчитываются о своей деятельности перед общественностью, она, вообще-то, значительно снизилась за последние годы, и то, что мы до этого могли так или иначе реконструировать по официальной пропаганде исламского государства в Даркнете даже, сегодня уже подвергается большому сомнению. А Центральная Азия, так или иначе, входившая в начале в ареал Вилаята, который объединял не только регион Центральной Азии, но также с регионом Афганистан, Пакистан, Южной Азии, оттуда новости всегда приходили с большим-большим запозданием, с не такой частотой, как из того же самого Ирака, Сирии или Египта, поэтому говорите о том, что какая-то есть достоверная информация от самих участников этих формирований сейчас нельзя. Даже их собственная позиция, она не такая уж прояснена. Поэтому я бы не сказал, что я могу ответить на этот вопрос в коей-либо степени достоверно. И я и сомневаюсь, что кто-либо сможет ответить, кто-либо скажет вам, я вхожу в ячейку ИГИЛ в такой-то стране, и на меня ковид повлиял вот так. Такого ответа, к сожалению, на сегодняшний момент нет. Но есть определенные факторы, которые так или иначе могут послужить радикализацией общественных отношений. Это закрытые границы. Закрытые границы ограничения движения трудовых мигрантов между Россией и странами Центральной Асии. Это в определенной степени фактор, который создает мощнейший социально-экономический прессинг. И вот здесь Андрей Вадимович вспоминал Карла Маркса, я тоже его вспомню, но в данном случае сошлюсь на него. То, что социально-экономические факторы здесь будут играть очень важную роль. Потому что как раз экономика здесь сыграет свою роль в плане усиления возможного недовольства со стороны определенных групп населения с сложившимся положением вещей. И тот хрупкий баланс экономический, социальный, политический, который сегодня существует во многих государствах Центральной Азии, он может оказаться под угрозой. Насколько сильные угрозы? Вопрос, на мой взгляд, дискуссионный, здесь нужно говорить куда более подробно. Поэтому, на мой взгляд, сейчас, собственно, сложившаяся ситуация не была активно использована как-либо иначе исламским государством в данном обозначенном вами регионе. Что касается Андрея Владимировича, его замечание, я все-таки хочу к этому обратиться, потому что это самое важное. Я согласен с тем, что сложившаяся ситуация, она действительно является фактором, который так или иначе влияет на уже известные тенденции. Я, наверное, в своем тезисе говорил о том, что пока я не видел, чтобы она сформировала что-то принципиально новое. Та же самая активность Турции на средиземноморском направлении, на ливийском направлении, на сирийском и на иракском направлении, она же имела место быть иральна. Другое дело, что действительно, как я обозначил в своем выступлении, был создан определенного рода представление о том, что будет зонтик от вмешательства иностранных государств, внешних и региональных, которые будут заняты своими проблемами, будут парализованы своим общественным мнением, которое скажет демократически избранным правительством, куда вы лезете в другой регион, разберитесь сначала с нашими проблемами. Вот этот фактор есть. С другой стороны, не могу не согласиться с Андреем Владимировичем о том, что есть еще множество сюжетов, которые себя раскроют, в частности, вот касающиеся того же самого Ирана. Стойкость политического режима Ирана, она поражает нас с года в год. Но каждый год добавляются факторы, которые мы не можем не замечать, которые подтачивают эту самую стойкость. И тот уровень, до какого достигла сегодня эта социально-экономическая система Ирана, она изношена до максимума. И те действия, которые сегодня предпринимает Иран, в частности, снимая определенные ограничения после так называемой первой волны, они продиктованы, вынуждены необходимостью хоть как-то запускать экономические процессы. И вот здесь есть, конечно, определенного рода угроза. Некоторые мои коллеги выражали такие очень смелые утверждения, что политический режим не сможет удержаться власти в сложившихся условиях, и пандемия станет тем самым последним камнем, который ляжет собственно на Иран. Это очень смелое замечание, которое безусловно требует доказательств, но тем не менее не принимать во внимание вот такого рода влияния тоже нельзя. По поводу богословов, я предметно разбирался с мусульманским интернет-пространством, в том числе и в русскоязычной среде, оно как раз оказалось очень инклюзивно, оно оказалось открыто. И сейчас много из тех деятелей, которые проходят, имеют в том числе официальные обвинения со стороны российских властей в содействии исламскому государству, на них заведены уголовные дела, они находятся за пределами Российской Федерации, тем не менее у них есть фиксированная аудитория. Они не только выступают как YouTube-блогеры, они выступают как Instagram-блогеры, и они еще соответственно выпускают уже даже книжки свои собственные, которые в определенной свою аудиторию находят. И это соответственно фактор, который тоже нужно принять внимание. Я, конечно, Юсеф Алькардал это наш вселенский авторитет в плане медийного джихада, в плане медийной проповеди, медийного джихада. Мне кажется, здесь можно говорить о многом, но вот последние годы показывают, что это пространство, оно играет важную роль. И оно имеет значение. COVID-19 в очередной раз это подчеркнул, опять же, не породив пока ничего принципиально нового. Но я не говорю, что сложившаяся ситуация не является значимой. Она действительно влияет на те тенденции, которые были. Вполне возможно, что эти тенденции изменятся таким образом, что и ситуация поменяется в целом, что действительно наступит где-то какой-то решительный перелом. Пока я его не наблюдаю, но я в ответ на слова Андрея Владимировича не готов однозначно утверждать, что этого не будет. Вполне возможно, что да. Но если Андрей Владимирович найдет возможно еще раз тоже, может быть, какие-то, я боюсь слова, прогнозы, но наметить тренды этих изменений, тогда мне было бы интересно его послушать. И да, если мне будет позволено, Руслан Шакирович, я присоединюсь к одному из наших комментаторов, я не знаю, кто это, но тем менее приятно видеть, что среди нас появилась прекрасная девушка. Спасибо за выступление Александры, мне она очень понравилась. Спасибо большое за действительно хорошее замечание. Спасибо большое тем, кто это отметил и в чате. Опять же, возвращаясь к нашим слушателям в чате, слушателям в целом этой дискуссии в Zoom, у нас есть еще три вопроса, я их зачитаю и дальше предложу нашим спикерам, которые еще в дискуссии не участвовали, на них ответить. Саша, прошу прощения, я переадресовал вопрос про политику России. Да, я помню. Я помню. Да, да, спасибо. Вот я бы ответил как раз на него. Сейчас, буквально, я все помню, обязательно, подведем. Значит, я бы хотел зачитать три вопроса сразу, чтобы они были у нас в уме и дальше предложу выступить последовательно Никите, Алексею и Александре. Значит, три вопроса, да, первый вопрос, который мы еще не коснулись, но Василий Кузнецов ответил на него в чате, это про национальные государства, то, что они показали себя сильнее и эффективнее, чем международные организации. Но почему это значит, что они должны стать еще сильнее, да, ведь они, в отличие от организаций, не призваны и не могут самостоятельно решать или предотвращать подобные кризисы глобального масштаба. Сказал об этом Илья Орлов. Ну вот, Василий Кузнецов сразу ответил, что действительно не должны стать еще сильнее. Значит, еще два вопроса, о которых я предлагаю экспертам ответить, это в Европе есть экономическая помощь гражданам и бизнесу, есть ли аналогичные программы в обсуждаемых странах. И, значит, последний вопрос, который я увидел в чате, это каковы последствия этой пандемии для плана аннексии Израилем Западного берега. Да, на эту тему, кстати, было сразу несколько мероприятий у нас. Никита, если можно будет, тогда я передаю слово вам и сразу, вот, если вы могли ответить, ответить. Ну, я начну, по крайней мере, да, да, я начну, по крайней мере, с одного, в том, что касается каких-то российских мер. Здесь нужно делить, я думаю, на две сразу составляющих и говорить сразу по двум аспектам. Первое, это вот сотрудничество, а другое, работа с росгражданами. То есть, здесь это две такие сферы разные, я просто не помню, как был вопрос сформулирован, но все равно, в принципе, обе довольно интересные. В первом, что касается работы вот с российскими гражданами, которые застряли или которые просто там изъявили какое-то желание выехать, то все, кто хотел с Ближнего Востока улетать, все улетели. Сначала это было на безвозмездной основе в марте, потом уже на возмездной основе в апреле. Например, вот в том же самом Марокко было два рейса уже случилось эвакуационных. Первый был вот тем рейсом летел я, он был на бесплатной основе был в марте, потом следующий случился в апреле, даже три рейса, и вот еще один произошел сейчас в июне. Также абсолютно точно произошла эвакуация людей из Египта, например, причем самолеты летали не только из Каира, а вообще летать можно только Москва-Каир сейчас. Самолеты вывозили людей, один был самолет из Шарм-эль-Шейха, один был самолет из Кургады, с которыми авиасообщения сейчас нет, то есть это было в рамках каких-то спецрейсов. Ну и естественно, все, о чем мы говорим, что авиасообщения отсутствуют, это все касается только рейсов регулярных, это не касается спецрейсов, вывозных рейсов и так далее, и тому подобное. Еще про остальные страны точных сведений нет, вот есть по Марокко-Египту, еще интересно, был один рейс из-за Саудовской Аравии, он произошел вот в конце апреля, и рейс был Джидом Махачкала, то есть был только жители Северокавказского федерального округа вылетали, ну, вылетали паломники. В том, что касается сотрудничества, то здесь не так много на самом деле есть и чем похвастаться, ну, по крайней мере, то, что известно. Мы точно знаем, что обращались, вот, и об этом МИД говорил, что в апреле МИДы, Министерство иностранных дел, ряда ближневосточных стран, в том числе Марокко, в том числе Египта, в том числе заливных стран, обращались к России с просьбой как-то содействовать в борьбе с коронавирусом. Точных каких-то естественных формулировок и слов опубликовано не было, но пока что это закончилось тем, что буквально пять дней назад поставили пилотную партию экспресс-тестов на коронавирус в Египет. Вот об этом отчитался министр промышленности и торговли. Вот они прилетели в Каир, будем смотреть, как они будут там работать. Еще сейчас обсуждается поставка тестов на коронавирус в другую страну Большого Ближнего Востока в Пакистан. Пока что больше по этому поводу сказать нечего. По крайней мере, из того, что известно. Спасибо. Спасибо большое. Передам слово Алексею. Алексей, любой вопрос, который был выше мной задом, ну и который есть в чате, если можно будет. Спасибо, Руслан, большое. Вернусь, наверное, к первому вопросу. Должны ли государства усиливаться? Ну, я думаю, здесь его нужно разбить на две части. Наверное, да, усиливаться роль государства в адресовании и разрешении глобальных кризисов наподобие ковида, наверное, ожидать не стоит. Здесь я согласен. А конкретно то, что уже обсуждалось, увеличение роли национальных государств, это уже зависит конкретно от каждого случая, если у государства собственно часть, так скажем, по security, по обеспечению безопасности и контролю за гражданами почти повсеместно усиливается. С одной стороны. С другой стороны, такая диктомия происходит, что с ростом особенно в странах, где очень слабая социальная соправляющая и государственная социальная ответственность с гражданами создаются риски, которые могут создать, увеличить дисбаланс существующий между, ну, то есть в этом социальном контракте существующем между элитой государством и гражданами. Поэтому однозначно вопрос на это говорить нет, наверное, что они не должны национальном государстве стать эффективнее, но в каких-то случаях они будут становиться эффективнее, и это мы видим, и это происходит, какие-то нет. И, например, вот из последних, к последнему примеру, к последней категории можно отнести тот же Египет, который во многом зависит его экономикой, в принципе, социально-экономической стабильности от экономических вливаний стран залива, не обладая конкретными материальными ресурсами медицинскими достаточными для того, чтобы адресовать эту проблему с ковидом. Плюс самая густонаселенная страна региона уже более ста миллионов. Здесь, конечно, ситуация очень... Здесь как раз таки сложно говорить о том, что Египет станет более эффективным. Естественно, сейчас, перекличка идет ХАК, точнее, тоже вызванные коронавирусом ухудшения в определенном степени, способствовало ухудшению экономической ситуации в Египте. Заявление СИСИ, там, по-моему, уже неделю или полтора назад о том красных линиях и по возможности введения египетской армии в Ливию также воспринимается как такая рейли раунд и флайк, чтобы отвлечь внимание внутреннее от населения от внутренних проблем с экономикой и с пандемией на какие-то внешние моменты. Да, спасибо большое. Я сразу сообщу, что у нас сейчас я попрошу Александру также прокомментировать наверное этот же вопрос, но в таком африканском срезе, но и тот вопрос, который наиболее близок. Но если бы можно было тоже про африканский эффективность государства там, то было бы тоже очень позитивно. Ну и после Александра наверное мы будем завершать нашу сегодняшнюю дискуссию, мы уже как раз подходим к ее завершению, и я передам слово Андрею Владимировичу, прыгну для завершения. Да, Александра. Да, Руслан, спасибо большое, но мне кажется, что Василий Кузнецов был прав в замечании о том, что усилится может только то, что было сильным. Извините, как мы знаем, в ЮАР была очень тяжелая ситуация с соблюдением карантина, как я говорила, в Сахеле были протесты против соблюдения, и поскольку очень популярны всякие теории заговора и ковид-диссидентства, мне кажется, как и у нас в стране, это демонстрирует некое недоверие к официальным источникам информации, конечно, в этом смысле это кризисная ситуация. Тот же Египет, мне кажется, показал неспособность быстро адаптироваться к таким вызовам, когда все правозащитники кричали о том, что нужно хоть немного облегчить бремя, которое было, несли тюрьмы, перенаселенные на 300%, и ничего не происходило. В этом смысле, конечно, национальные государства не усиливаются, я не знаю, насколько национальное листфальское государство применимо к африканскому континенту, тем более к Африке Южнее Сахары, но я думаю, что это в таком духе. Мне кажется, был вопрос про смертность вождей террористов от коронавируса, к сожалению, я не думаю, что такая статистика скоро появится, и мы узнаем. Я знаю лишь только то, что лидера аль-кады исламского Магриба ликвидировали в июне в ходе классической антитеррористической операции, так что это все еще более активный двигающий фактор, нежели коронавирус. Я присоединюсь к Григою Валерьевичу в соображении о том, что в целом, как я и пыталась донести в выступление, на мой взгляд, коронавирус качественно нового ничего не принес. Действительно, количественно он может ускорять некоторые процессы, но и с африканской позиции я не увидела, чтобы государства, в которых были сильные государственные институты, начали рассыпаться или наоборот какие-то государства коррумпированные и с большим разрывом между элитами и населением показали какую-то эффективную работу. Наверное, как-то так? Спасибо большое. Я надеюсь, что собака уже не сильно кусает. Тем более, что мы завершаем, уже скоро с ней можно будет пойти погулять. Сейчас разрешают? Андрей Владимирович, если можно будет, мы бы, наверное, попросили вас дать некое заключение нашей дискуссии, обозначить какие-то тренды будущие для Ближнего Востока, о чем просил Григорий. Ну вот, как вы видите эту ситуацию и мы будем, наверное, подходить к завершению нашей сегодняшней дискуссии? Ну что, я начну вот с чего. Когда мы с Русланом задумывали эту историю, значит, с этой нашей дискуссией, честно говоря, мы предполагали, что это может быть интересно, но не думали, что это получится настолько интересно. И, конечно, это все благодаря замечательным участникам, которые высказались сегодня. мне представляется, что мероприятие наше сегодня удалось в том плане, что мы расходимся, многие, некоторые из нас расходимся, тем не менее, со своими мнениями. Мы не пришли к однозначному выводу, хотя я почувствовал себя в меньшинстве в конце, после выступления Александра, я надеялся, что она меня поддержит. Но история нас рассудит, вернее, я думаю, что мы сами себя рассудим, потому что мне кажется, что мы будем продолжать искать ответы на те вопросы, которые сегодня поставили, и, наверное, мы прикинем и придумаем формат дальнейший, ну, в таком же формате, ну, может быть, тему или расширим или сузим, и пригласим всех нас еще раз встретиться в ближайшем будущем, ну, после, конечно, отпуска заслуженного, который мы все заслужили в этом году, и посмотрим, как же все-таки меняется ситуация на Ближнем Востоке, в том числе, и благодаря, значит, COVID-19, если можно так сформулировать этот вопрос. В отношении тенденций ближневосточных Григорий Валерьевич задал мне такой провокационный вопрос. Мы про тенденции на Ближнем Востоке разговариваем не первый год, и каждый раз возникают какие-то новые обстоятельства, которые позволяют нам придумать что-нибудь свеженькое, такое, взбодриться слегка. Вот сейчас как раз этот COVID-19 нас и взбодрил в том плане, чтобы еще раз посмотреть, а что же все-таки там происходит, с чем это все связано, и куда это все на самом деле придет. В этом плане вот интересный вопрос я вижу в чате, который такой неожиданный, может ли вирус затянуть военные конфликты, который в итоге приведет к победе наиболее активных государств, которые обладают большим военным, экономическим, политическим потенциалом, какие страны могут подпасть. Вот смотрите, это вопрос как раз про тенденцию. Я попробую сейчас очень коротко в заключении сформулировать некую попытку ответа на него. Во-первых, с моей точки зрения на Ближнем Востоке на сегодняшний день как таковых конфликтов между государствами, тем более военных, не происходит, за исключением гражданской войны в Ливии и противостояния значит саудовско-иранского, которая вылилась в прокси-войну в Йемене. Все-таки конфликты вооруженного характера на Ближнем Востоке носят надгосударственный характер или квази-государственный характер в некоторых в некоторых случаях. Поэтому говорить о том, что будет какая-то страна, которая вдруг окажется победителем. Победителем в чем? Куда стремиться? Что из себя форматировать в качестве победителя? Какие цели ставить перед собой победителем? Я думаю, что даже Саудовская Аравия и Иран каждый в свою очередь в своем конфликте толком-то, собственно говоря, и не знают какую цель они преследуют в конце пути. Поэтому я думаю, что надгосударственные конфликты на Ближнем Востоке будут продолжаться. Они продолжаться будут до тех пор, пока есть внутренние и внешние силы, которые в этом заинтересованы. А таких интересантов мы с вами все коллективно можем найти очень много и часами формулировать причины, по которым они занимают подобную позицию. А это, в свою очередь, дает нам большую почву для размышлений и рассуждений. И в частности, я использую эту платформу, еще раз я приглашаю всех заинтересованных участвовать в нашем проекте Средиземноморья, который привязан, мы привязали однозначно к ближневосточной ситуации, ситуации в Северо-Африке, где мы попытаемся развеять евроцентричность отношения наших западных коллег к Средиземноморскому бассейну и привязать его больше к судьбе и будущему Ближнего Востока и Северо-Африке, в том числе и в конфликтных ситуациях, ситуации коронавируса и в других ситуациях, которые, я уверен, нам еще предстоит с вами обсуждать по мере их поступления. Всем спасибо большое. Я закончил. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Я со своей стороны хотел бы благодарить всех наших спикеров сегодня, всех слушателей, кто был с нами до конца этого мероприятия. И вот хотел бы тоже отметить вот один момент, тоже связанный с какими-то нашими будущими дискуссиями. Ну вот совет сейчас хотел бы тоже раскрыть такую небольшую историю, о которой мы чуть-чуть коснулись, но не до конца. Тоже одно из проявлений ковид мы сегодня не поговорили, об этих проявлениях, о которых мы не поговорили, это, конечно, его влияние на нефтяной рынок, его влияние на внешнюю помощь государству. Мы очень коротко задели совсем чуть-чуть вопрос внешней помощи, когда говорили о Египте и о том, что странные залибы будут теперь реже и реже иметь возможность это делать. Но если посмотреть на всю раскладку в регионе, регион и целые государства зависят от этой внешней помощи. Так вот, темой внешней помощи государствам Ближнего Востока совет займется тоже в ближайшие месяцы. Мы надеемся, что мы вас удивим, следите за публикациями на нашем портале. Я бы хотел здесь остановиться и поблагодарить снова и еще раз всех наших спикеров. У нас получилась очень интересная дискуссия. Она была, еще раз повторюсь, организована Российским Советом по Международным делам вместе с Школой Востоковедния, факультетом мировой политики, мировой экономики, Высшей Школой экономики. у нас сегодня были как уже признанные эксперты преподавателей, так и начинающие. И я думаю, что у нас получилось сделать очень интересную неплохую дискуссию. Спасибо всем огромное. Еще раз пожелаю всем рабочей, хорошей рабочей недели и всем удачи. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.